От мирных дней через жестокую войну к Великой Победе. В этом поезде показан весь путь советского народа на пути к счастливой мирной жизни. Первый вагон поезда Победы символизирует мирную жизнь, царившую до наступления войны. Счастливые и беззаботные путешественники двигаются вперед, еще не зная, что их ожидает за поворотом. Проходя дальше по поезду, можно увидеть солдат, отправляющихся на фронт. Они сосредоточены и собраны. Следующий вагон представляет собой настоящий окоп. Кто-то из бойцов ранен, кто-то погиб. Попадая сюда, начинаешь ощущать весь ужас происходившей войны. Повсюду слышны звуки стрельбы и взрывов. Затем можно увидеть вагон, в котором происходили пытки. Тут фашисты жестоко издеваются над бойцом. В следующем вагоне расположились больные истощенные люди. Кто-то из них кашляет, некоторые погибли. Здесь идет отсылка к поездам фашистов для пленных солдат и лагерям смерти. Затем попадаешь в санитарный состав с заботливыми медсестрами, которые стараются поставить на ноги раненых. Будни военных лет показаны в прачечных и банных комплексах военных поездов. А потом идет отсылка к блокадному Ленинграду, в который массово перевозили кошек для того, чтобы те справлялись с нашествием грызунов. Далее попадаешь в разрушенный от бомбежки вагон, из которого велась стрельба по противнику. В перископе виднеется загоревшийся танк и полевые сражения. Обстановка дополняется звуковыми эффектами. И уже пройдя такой огромный путь, можно наконец увидеть вагон победы. Измученные, но счастливые фронтовики на немецком поезде с цветами и медалями за отвагу возвращаются домой. Этот поезд – настоящий музей. Однако, в отличие от обычного понимания этого слова, здесь можно присесть рядом с экспонатами, посмотреть документы персонажей, подержать в руках боеприпас и прикоснуться к медалям победителей. Этот проект «Поезд Победы» посвящен великому подвигу нашего народа. И действительно, то, что он сегодня прибыл первым в Рязанскую область, в город Рязань, это очень почетно. Я думаю, что сегодня из сообщений СМИ о нем узнает очень много рязанцев и придут сюда. Всего два дня поезд будет находиться здесь, дальше он проследует по своему пути. Такого, наверное, большинство из нас еще не видели. Это действительно уникальный проект, который никого не оставит точно равнодушным. От мала до велика. Здесь можно просто окунуться фактически в ту атмосферу, которая в те годы была совершенно обычной. И боль, и трагедия людей, и подвиг людей, самое главное, все можно ощутить здесь, пройдя через эту экспозицию. Этот музей является историко-просветительским проектом, первой в мире иммерсивной инсталляцией в вагоне движущегося поезда. Скульптурные композиции, видеостены, тач-столы и видеопроекторы – благодаря этому создается полное погружение в произошедшие события. Вход в музей является бесплатным, однако попасть в него можно по предварительной записи на официальном сайте проекта. Далее поезд Победы проследует в Нижний Новгород, а ближе к 9 мая – в Москву. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».